Приветствую вас дорогие друзья, сегодня я решил сделать еще один энергибаст, поясними о чем он будет. Я вообще планировал ответить на какие-то вопросы, которые я сам попросил задать, что в общем логично себя попросил их задать, значит я должен на них отвечать. Но теперь я говорю что-то и думаю, о господи, я опять не подготовился нифига. Но, в общем я открыл перед собой страницу, где эти все вопросы представлены, но тут странные вопросы из разряда Как тебя зовут? Серьезно? Как меня зовут? Ну, это я оставлю секретом. Кто догадается, тот ничего не получит. А кто не догадается, тот получит суперприз, если такие найдутся. Я думаю, мало таких найдутся. На кого и где учился, например, спрашивает меня Хер. Хер, ты должен все знать. Хер же все знает. На кого ты учился? Ну, я учился на рабочую единицу общества. На культурного человека я учился. И как видите, как видите. На кого я учился? Ну, у меня экономическое образование высшее. Я по специальности экономист, детка. О, да. Моя специальность макроэкономическое сотрудничество. Может поэтому я люблю стратегии, или может поэтому я пошел на этот курс. Хотя, это длинная история. Которую, конечно же, сейчас надо рассказать, но этого делать не буду. Почему? Я сам не знаю, почему. А, еще я в аспирантуре учился. Вообще, много не учился. Но, если это вопрос такой, типа, учился в понятии, там, пошел в университет и прочее, то я еще в аспирантуре учился на социального психолога. О, да, детка. О, да. Ну, а так, я разные курсы проходил по разным дисциплинам. Все долго перечислять. А, да, на трейдерстве, например, был. На шитье. Ладно, на шитье. На шитье не был. На курсе электроники был. Ну, разные виды спорта и прочее. Сколько тебе лет? Мне 26 лет. Хотя, я думаю, мне несколько тысяч лет. Откуда я знаю, сколько мне лет? Мне говорят, что я родился 7 мая. Ну, а как я могу это проверить? Может быть, вокруг меня снимается шоу, как в фильме, помните, с Джим Керри. Есть ли у тебя жена или девушка? Ну, не знаю. Тут слишком все сложно. И я публичный человек, не хочу отвечать на этот вопрос. Сами поймите, почему. Почему в таком возрасте у тебя нет жены? Гениально. Есть ли у тебя девушка, жена? И следующий вопрос от этого же человека. Почему в таком возрасте у тебя нет жены? Как бы человек сам знает. Восьмой вопрос. Ты вправду еврей? Как бы это вообще сложный, сложный очень вопрос. Потому что еврей в каком смысле? У меня очень много кровей, как вы видите. Но я все-таки, судя по тому, как я мыслю и выражаю себя, считаю себя... И человеком земли! И человек земли! Я повелитель этих равнин. Ладно. Обои на стене флизелиновые. Я даже не знаю, что такое флизелиновые. Но это несложно выяснить. Или сложно? Очень сложно. Не хочу на это время тратить. Ладно, тут где-то еще были какие-то вопросы. Вроде как даже интересные. Которые набрали кучу лайков. Так что я должен их почитать. Где они? Где они? Гошам что-то заранее все не подготовил. А, во! Нашел! Сколько тебе? Где ты работаешь? Или почему ты не работаешь в случае, если скажешь нет? Где я работаю? Ой, я даже не знаю, имею ли я право говорить об этом. Я точно не помню. Один коллега как-то сказал, где он работает. И потом его долго осуждали. Не буду. Не буду, не буду, не буду. Почему ты решил снимать видео? Я уж вам рассказывал в этом интервью. Не по-моему, я точно об этом рассказывал в интервью, который у меня брал Великий Никит Осповелитель Неба. Но, я могу повторить. Мне нравится играть в компьютер, как вы догадались. И я всю жизнь, наверное, это делал. Начиная с тех времен, когда мне подарили... Мне подарили. Мне и моей сестре подарили. Мне и моей сестре, и моему брату подарили Дэнди. О, да, это было круто. У меня был Дэнди. Потом Сега, потом Супер Нинтендо, потом Геймбой, потом я выиграл в покер. У охранника моего друга, когда мы отдыхали на Кипре, выиграл несколько сот долларов и купил себе Соньку. Вторую, это было очень круто. Мне родители не хотели покупать Соньку, потому что я очень много время проводил в компьютерах и прочем. И, короче, было сложно, муторно. Вообще, у меня была такая история, что мне отец пообещал купить компьютер, если я закончу школу. Там, какой, я не помню, класс. Может, пятый, что-то такое. То есть, совсем мелкий был. Если я закончу, отлично. И, короче, у нас была очень доверчивая учительница. Или это вообще третий класс? Не, по-моему, в первый класс школы я был вообще круглым отличником, потому что я уже умел считать, писать еще в конце детского садика. Как я ударился в воспоминания. Солюзы так и подогадывают к моему лицу, к моим щечкам. О чем это я? А, да. Подделал я, в общем, вот каким образом оценки. У нас просто была наивная, куратор, либо ленивая, либо наивная и ленивая, что, в общем-то, одно и то же. И, хотя, может, это не одно и то же. Ладно, неважно. И она просто тупо диктовала нам оценки. И она такая, типа, больше, там, русский язык три, там, ну, там, такая-то, такой-то предмет троечка, там, физкультура пятерочка. И я такой, три, значит, пишу пятерочку, да, знаете, пришел там дневник, там, показал, там, да, у меня все пятерки, короче. Мы поехали купить компьютер. Ну, потом, разумеется, учительница все оценки исправила, это как пить дать. Но компьютер у меня появился. В общем, это я к чему? Я чё-то в сторону ушел, мне постоянно в разные истории бросает. Глупый мозг, умный мозг, умный мозг, глупый мозг. И я чё мне говорил? Пора мне пить свой... Я не знаю, какие таблетки лечат от памяти. От памяти? От памяти лечат алкоголь. Почему ты решил снимать видео? Точно. Так вот, играл я очень много, и мне нравилось всегда играть. И поэтому, когда я играл, я... Ещё больше укреплялся в этом своём стремлении играть. В итоге, ну, я очень много ощущений испытал, потому что играл очень много. У меня все друзья играли, и мой брат играл, и, короче, все вокруг играли. У меня мама программист, у меня очень рано появился ноутбук. Ну, не у меня, я просто у мамы брал играть на нём. Я жил в коммуналке, и со мной там ещё жили другие подростки. Но это не подростки, это, наверное, даже дети. Короче, я всю жизнь играл и присытился немножко. А потом я обнаружил, что когда ты делаешь видео и играешь, это круто. Это много ощущений. То есть, больше ощущений, чем когда ты просто играешь. В некоторые игры я вообще бы не стал играть, если бы не канал. Но меня кто-то просит, там, Гошан, поиграю в эту игру. Я такой, ну, ладно, поиграю. Я понимаю, что я бы в неё не стал бы играть. Но так как... В общем, так как меня попросили, и я, типа, делаю пользу. И я суперполезный человек в этом обществе. То, соответственно, я, как бы, играю. И такой, вау, классная игра. Даже не знаю. И опять же, я бы опять даже потом, знаешь, она классная, не стал бы в неё играть. Но, короче, это ещё один профит. Великий профит от канала. Ну, я имею в виду для ощущений. Хотя, может быть, это вредно, играть в компьютер. Я так не считаю. Играть в компьютер очень полезно. Все люди, с которыми я встречался... Ну, у меня, по-моему, я не знаю. Кто из моих друзей не играет в компьютер? Ну, парочка, там, может, бизнесменов серьёзных. Но, в целом, все играют. И, когда я с ними общаюсь, я понимаю, что, ну, они реально очень весёлые и жизнерадостные люди. А люди, которые прям, нет, компьютер, это всё ерунда, это там, бля-бля-бля-бля-бля-бля. Они как-то, не знаю. Ну, типа, кто-то скажет, что они взрослые и серьёзные люди. А я скажу, что они скучные. Вы уж простите. Ну, хотя, вряд ли кто-то смотрит это видео и не играет в компьютер. Вообще не знаю. Как им нужно так жить? Как им нужно так жить? Хотя, говорят, Иисус не играл в компьютер. И что? Гошан. Тогда не было компьютеров. Вот если бы был компьютер, он бы наверняка был летсплейщиком. Сто процентов. Инфа стопроцентная. Ладно. Я уже напросился на то, чтобы меня не пропустили в рай. Хотя с такой бородой невозможно отказать. Я подойду и скажу, пропускай. У меня сразу боли отсюда. Урод. И так, что ещё-то? То я опять ударился. А, да. По поводу... Мне постоянно говорят. Гошан, у тебя всё какое-то красное. Вот, смотрите. Долб. Ну, в общем, сейчас просто немного темно на улице. Ну, в общем, когда я выключаю свет и идёт дневной свет, тут нифига всё не красное. Но, в общем, как-то видно всё хреново. И приходится вот так терпеть. Я не знаю, с чем это связано. Но у меня такие лампы стоят, что они, видите, такой даёт мягкий свет такой. То есть не белый, как обычно, а такой немного желтоватый, как, знаете, когда солнце садится в океане. И, короче, примерно такое дело. То есть немножко так успокаивает. Ну, на камере-то чуть красноватее смотрится. Ну, в общем, примерно так оно и есть на самом деле. Вот. Ты же знаешь, что там ещё рассказать? Что для тебя в жизни самое главное? Это очень серьёзный вопрос. Я даже не знаю. Надо серьёзно... То есть это явно требует отдельной темы. Это вообще не входит в подкаст, на гибаст. Это нужно долго разговаривать. Что такое... Хотя, как сказал? Самое главное. А-а-а, самое главное. Моя собственная персона, конечно. И чувство собственной важности, все дела. Разумеется, самое главное, это моя собственная персона. О, кстати, я могу ещё вот так сделать. У-у-у! И меня стало больше! Но сам стал я меньше. Вот что такое чувство собственной важности. Когда вас больше, но на самом деле вас меньше. Э-э-э... Ну и, в общем, я даже не знаю. Пока, наверное, хватит. Задавайте новые вопросы, только какие-нибудь поинтересней. Я не хочу никого обидеть, но... Как тебя зовут? Серьёзно? Как меня зовут? Я думаю, кто-то спросит. Гошен, какой размер у тебя пиписька? Гошен, сколько стоит сбрить твою бороду бензопилой? Гошен, как ты можешь долго с максимальное количество времени писать? Гошен, какую книжку ты порекомендуешь читать, если я сижу в тюрьме с двумя неграми, у которых психопатия? Гошен, и как ты считаешь, почему у меня в носу и растут волосы только на одной стороне ноздри? Гошен, как тебя зовут? Благодарю за внимание, дорогие друзья. До нового ноги, баста.